Лидеры и руководители детских и молодежных общественных объединений могут попробовать свои силы в конкурсе «Лидер 21 века». Первый этап состязания – муниципальный. Участникам необходимо было подготовить презентацию на тему «Творю, пробую, ищу и развиваюсь». Я решила провести мастер-класс по поиску информации и созданию родословной, поделившись своим опытом со сверстниками. Результат работы сильного лидера – успех и продвижение его организации. Таким образом, активисты рассказывали не только о личных победах, но и о достижениях своей команды. Российское движение школьников – это следующая ступень моей общественной деятельности. В прошлом году мы с ребятами стали участниками всероссийского конкурса «Здоровое движение», где мы стали победителями и получили главный приз – поездку в Москву. Второе задание – экспромтное. За 10 минут конкурсанты создали чек-лист с ежедневными самомотивациями. Далее представили свою работу жюри. Начинать с заполнения ежедневника 6 минут, в котором прописывать благодарности за те события, которые уже произошли в твоей жизни. Победителем стала Елизавета Юдакина – 11-классница гимназии номер 2. Девушка будет представлять Саров на региональном этапе конкурса. Серебряные и бронзовые призеры получили дипломы, а все участники – памятные подарки. Конечно, очень здорово, что есть такая возможность показать свои достижения на уровне города. И я, скорее, не волновалась, потому что неделю назад, как рассказала ранее, участвовала в конкурсе «Ученик года». И уже не было страха, было желание просто рассказать еще раз о себе. Ульяна Скородумова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.